Приветствую всех, уважаемые зрители канала Рациональная Нумизматика. Сегодня у нас будет обзор довольно интересной, яркой, красивой, целой монеты, а именно рубль 1878 года. Я расскажу о нескольких важных исторических событиях, которые связаны с появлением этой монеты в настолько массовом количестве. Но перед тем, как говорить о истории монеты, мы с вами немножечко поговорим о ее технических характеристиках, а именно пробе, весе, тираже, диаметре. Монета выполнена из серебра 868 пробы, каталожный заявленный вес 20,73 грамма, ее диаметр 35,5 мм, и ее тираж огромен, 8 миллионов и 80 тысяч штук. Для того, чтобы быть более точными, мы с вами сейчас эту монеточку взвесим и посмотрим, действительно ли она весит 20,7 грамма. Должно быть 20,73. Вот. Вес соответствует каталожному. Сейчас мы с вами более детально рассмотрим саму монету. Как вы видите, на конкретно этом представленном рубле абсолютно нет никаких следов обращения. Царапин, забоин, какой-то коррозии или же микрокоррозии. Как рельеф, так и поле монеты абсолютно целы. Поле заслуживает вообще отдельного внимания, как вы можете видеть, луч на монете цел, без разрывов, яркий. Монеты, как у нас любят говорить старые коллекционеры, как из-под станка. Она не мыта. Это видно по шеям у орла. Если бы ее мыли, ее бы домывали основательно. Да и были бы пятна видны. Смотрим Аверс. Напоминаю, Аверс всегда та сторона монеты, где есть номинал присутствует. Кроме случаев, если на монете есть портрет царствующей или монаршей особы. СПБ, Санкт-Петербург, 1878. Рубль, перская корона. Лавровый и дубовый ветви. Очень красивый рубль. Я вам показываю и сам кайфую. Обязательно должны посмотреть и гурт монетки. всегда помним, что у монеты три стороны. Очень красивая монета. Несколько слов о истории монеты я вам сейчас скажу. Эта монета представляет собой массовый тираж рубля, который был необходим для нужд войны. Какой именно войны? 24 апреля по-новому и 12 по-старому 1877 года начинается русско-турецкая война. Закончилась она, кстати, 3 марта 78 года. Происходила она на Балканах или за Кавказе. Причиной был восточный кризис. Восточный кризис. Турки жестко подавили восстание балканских славян, а сам султан в ни в каком виде не желал предоставлять автономию балканским славянам. Что же произошло в итоге? В итоге Российская империя победила. Были подписаны Сан-Стефанский мир, Берлинский трактат и Константинопольский мир. В результате войны какие изменения произошли? Провозглашение независимости Румынии, Сербии и Черногории. Предоставление автономии части Болгарии, а именно Княжества Болгария и Восточная Румелия. Также Временное Русское управление в Болгарии. Присоединение к России Южной Бессарабии Карской и Батумской областей. Присоединение к Румынии северной Добруджи оккупация Австро-Венгрии, Боснии и Герцоговины. И также произошла британская оккупация Кипра. А в общем порта, то есть Турция, очень сильно слабла как в международных отношениях, так и на международной арене. Эта монета и ее красота, которой мы сегодня любуемся, как раз появилась в связи с большими затратами Российской империи на войну. На все связанные с ней аспекты. Логистические, продовольственные, выплаты зарплат, жалования, правильно сказать, жалования, так будет правильнее. Потому что рубли не 77 и 78 года, они 77, 78 самые массовые в связи с войной, они стоят значительно дороже. Там следующие, по-моему, по простоте по редкости 1880 и он стоит вдвое больше, чем 78 и 77. Что я хочу вам рассказать. Большая часть коллекционеров имеет такой критерий коллекционирования, как представление каждого императора России одним рублем. Например, рубль Николая 12, рубль Александра 92 или 93, рубль Александра 2 77 или 78. Ну, в принципе, я думаю, вы поняли. По самому простому рублю, но люди подбирают довольно яркую, красивую, целую монету. То же самое, то же самое можно сделать и с другими монетами, других правителей. И, соответственно, вот эта монета в связи с появлением значительного количества коллекционеров, которые именно этим принципом пользуются, она довольно популярна. И как итог, востребованность монеты довольно высока, как и ее популярность. Что касается цен, раньше такие монеты, раньше, 4-5 лет назад, 200-220 долларов, сейчас цена 300 до 350 долларов в таком состоянии, как у меня. Я даже больше видел. Ну, это, конечно, на международных площадках, проходах. Я вам прикреплю обязательно. В слабах там вообще есть ценники нереальные с таким значительным МС-ом. Хотя, что касается блеска, я вот сомневаюсь, 62 или 63, может, даже выше блеск этой монеты. Ну, думаю, 62-63, если по Шелдону брать. Пишите, пожалуйста, мне тоже в комментариях, как вам такая монета. Если бы вы в клубе подобную встретили или где-то на аукционах, купили бы ее себе? При каких пределах цены она для вас казалась бы приемливой покупкой? Вот. Можем подискутировать в комментариях на тему этого рубля. Обязательно не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. Я стараюсь для вас постоянно снимать разнообразные монеты, как европейские, так и царские, так и украинские, и американские. Все, что собираю я, что собирают мои друзья, коллеги, я прошу многих людей на обзор монеты, качественные, когда вижу в клубе покупку. Слава Богу, репутация позволяет, люди дают, бывают очень серьезные предметы. Вот. Я беру, подснимаю для вас, читаю историю этой монетки, рассказываю детальнее какие-то нюансы, связанные с этой монетой. Вот. Очень интересно мне читать ваши комментарии. Люди тоже делятся своими покупками. Есть люди из-за границы, которые пишут, что там пять лет назад я приобрел Николай такую монету, она уже в цене там плюс пятьдесят, плюс сорок процентов. Ну, меня это, честно говоря, не удивляет, потому что я, у меня самого есть подобный опыт. Я, кстати, хочу вам снять тоже видео, найду старую записную свою книжечку. У меня есть такая, что там есть записи четыре-пять лет назад, материал, который покупался. А есть еще ветхозаветная книжечка записная, но ее надо искать. Там, где у меня записи десятилетней давности и двенадцатилетней давности, там очень интересно. Чтобы вы понимали, есть записи, например, пять рублей Николая в золоте за пятьдесят долларов. Ну, это, наверное, уже лет пятнадцать назад было. Давно. Вот. Это, кстати, как маленький такой ответ комментаторам, которые говорят, опережает ли нумизматическая премия инфляцию. Ну, я бы сказал, что она ее не опережает, она ее в разы уделывает, скажем так. Так что собирайте монеты, изучайте исторические особенности, изучайте популярность этого материала. Он не просто эстетическое удовольствие вам принесет, он также финансово вас защитит. Сами видите, что происходит в мире. Так что думаю, это вам будет под спорьем. Но на сегодня же я думаю, это все по этому рублю. Всем я вам желаю крепчайшего здоровья, нумизматической удачи и мирного неба над головой. До свидания.